В разборе текстовой интерфейс пользователя я рассказал вам про интерпретаторы командной строки bash. Давайте разберёмся, что же он умеет. Тогда я упомянул, что bash умеет дополнять команды. Допустим, вы пишете часть команды, нажимаете tab и bash дописывает команду или файл за вас. Если вариантов несколько, нажимаете tab два раза и видите все варианты. Но есть два типа дополнения, простое и продвинутое. В случае простого дополнения у вас просто дописывается сама команда или файл. Но есть ещё продвинутое дополнение, которое может добавлять опции и значения. Мы с вами на виртуалке поставили centos с графическим интерфейсом, поэтому у вас сейчас стоит продвинутое автодополнение. Из пройденных команд это можно увидеть по команде man. Если написать man и нажать два раза tab, то bash скажет, что у вас больше 6000 вариантов. Всё это страница документации, то есть значение для man. Или например, команда для архивации tar. О ней мы поговорим в другой раз, но с точки зрения автодополнения, если написать tar и нажать tab, то сперва появится defiz, а после двух нажатий tab появятся опции этой команды. В отличии от пройденных команд, где всякие ключи необязательны, у tar ключи обязательны, поэтому bash сразу предлагает их написать. Теперь давайте рассмотрим простой вариант дополнения. Обычно, когда стоит минимальная система без графического интерфейса, автодополнение простое. Функционал продвинутого дополнения ставится с пакетом bash completion. Давайте я удалю этот пакет и мы посмотрим, что будет. Для этого я написал команду и ввёл пароль моего пользователя. В рамках запущенной bash сессии ничего не изменится, но если открыть новое окно, то тут уже у нас дополнения работать будут в урезанном виде. Например, пишу man, нажимаю tab, а он мне предлагает открыть файлы вместо страниц документации. Если напишу tar, нажимаю tab, опять же файлы. Сами команды и файлы будут дописываться, если нажать два раза tab, то мы увидим все команды, начинающиеся с этой буквы. Но сразу после команд, при нажатии tab, будут предлагаться файлы, и не важно, работает команда с файлами или нет. Поэтому установим обратно bash completion. Ещё в bash можно настроить алиасы. Алиасы дают возможность настроить какие-то свои команды на основе других. Если написать просто алиас, можно увидеть список заданных алиасов для текущей bash сессии. Вообще я говорю bash сессия, но что это такое? Ну, когда вы запускаете эмулятор терминала, у вас запускается bash сессия. Если вы запустите другое окно, будет другая сессия. Напишите bash, ещё одна сессия. Для каждой сессии bash запускается с нуля, то есть он считывает файл настроек. Это значит, что если вы измените файл настроек, то в запущенном баше ничего не изменится. Но если написать bash или запустить новое окно, то есть запустить новую сессию bash, то новая сессия эти изменения увидит. Сейчас на примере алиасов разберёмся. Так вот, команда алиас показала нам текущие алиасы. Тут мы видим пару знакомых команд, связанных с ls и v. Итак, здесь написано, что команда l. это на самом деле команда ls-d.звёздочка с опцией colorAuto. ls показывает список файлов и директорий в текущей директории. Ключ d покажет только директории, а не их содержимое. Точка звёздочка – все файлы и директории, у которых в начале названия есть точка. То есть скрытые файлы и директории. И colorAuto – это раскрасить вывод. Так вот, если написать l. мы увидим все скрытые файлы и директории в текущей директории. Если вы обратили внимание, у нас ls в принципе всегда раскрашивает вывод. А это потому, что есть алиас на сам ls с опцией colorAuto. Тут же есть алиас на v. То есть когда мы запускаем v, у нас запускается vim. Давайте сами зададим какой-нибудь алиас. Допустим, алиас v – это nano. Теперь у нас при запуске v будет открываться nano. Или допустим, алиас show – это tail. Обратите внимание, что я взял правую часть в кавычки, а в примере с nano я этого не делал. Сами подумайте, почему. Если не знаете, попробуйте ввести без кавычек и проверить. Ну и если вам пока это сложно понять, спрашивайте в комментариях, я отвечу. Так вот, чуть ранее я говорил про bash сессии. И те алиасы, которые мы создали, сохранились только в текущей сессии. Это значит, что если запустить новое окно, то там никаких алиасов уже не будет. А если мы хотим, чтобы наши алиасы остались навсегда, мы должны их написать в файле настроек баша. То есть в файле .bash.rc, который находится в домашней директории. Как вы видите, этот файл уже не пустой, и здесь есть какие-то настройки. Некоторые строчки начинаются со знака решетки. Такие строчки называются закомментированными. Программы такие строчки обычно не считывают, они больше нужны для людей. Обычно без разницы, где добавлять новые строчки. Но для удобства давайте спустимся в самый низ и добавим там. Добавлю комментарий. Кстати, в nano можно нажать escape 3, и nano сам добавит или уберет знак решетки с текущей строчки. Дальше я пишу свои алиасы и закрываю файл. В текущей баш-сессии ничего не изменится, поэтому я запускаю новое окно, и уже там эти алиасы видны и работают. Алиасы нужны пользователям для упрощения работы. Бывают сложные команды, иногда бывают какие-то длинные команды, которые вы часто должны вбивать. И чтобы облегчить себе жизнь, вы можете создать для себя алиасы. Но бывают случаи, когда вам нужен не алиас, а сама команда. Допустим, в системе есть алиас, вместо v запускать vim, или окрашивать вывод ls. А что если мне нужно разок запустить обычный ls? Есть несколько способов это сделать. Допустим, добавить обратный слэш перед командой, либо взять команду в кавычки, либо написать перед ней command ls. Кстати, как вы, возможно, заметили, у нас тут есть список алиасов, но в файле bash-сессии их не было. Если файл .bash-rc распространяется только на моего пользователя, потому что он в моей домашней директории, то есть файл .etc.bash-rc, который распространяется на всех пользователей в системе. Допустим, если вы хотите создать алиас, который бы работал у всех пользователей, создаете его именно в этом файле. Но если полистать этот файл, вы все равно не найдете те же алиасы на ls. Поэтому еще одна задачка для вас. Постарайтесь найти файл, в котором указаны алиасы, которые у нас есть по умолчанию. Все, что нужно, чтобы найти, мы уже рассматривали. Мы разобрались, что bash может запускать как команды, так и алиасы. Сами команды можно разделить на два типа, внешние и внутренние. Какие-то команды встроены в bash, они называются внутренними, например, тот же cd. Но большинство команд лежат на файловой системе в специальных директориях и называются внешними. Чтобы как-то отличать, что это за команда, внутренняя или внешняя, есть команда type. Допустим, type ls, type mkdir, type cd. В случае ls это алиас, в случае mkdir bash показывает путь к программе, то есть это внешняя программа. А в случае cd bash говорит, что это встроенная в оболочку команда. Но ведь ls это алиас сам на себя, как понять, что там стоит за этим алиасом? Для этого можно использовать type с опцией a. Теперь мы видим, что ls это user bin ls, то есть внешняя программа. Итак, мы узнали, что у нашего интерпретатора командной строки bash есть автодополнение, простые продвинтые. Также мы поговорили про алиасы, внутренние и внешние программы. Но bash может делать гораздо больше, поэтому будет несколько роликов, посвященных bash и скорее всего не подряд. Касательно гугуления, тут все просто и сложно одновременно. GNU Linux очень привлекает новичков, и многие из них очень любят рассказывать про Linux. Еще есть опытные ребята, которые тоже рассказывают про Linux. И большая проблема для новичков, в интернете миллион статей на простые темы. Но часто бывает, что одни делают так, а другие по-другому. Не имея достаточно опыта, вас это может сильно путать. Постараюсь объяснить, что делать. По многим темам есть официальная документация от Red Hat, Ubuntu и других дистрибутивов. Вас может смущать, что некоторая документация относительно старая, но те азы, которые мы проходим, актуальны, наверное, лет 40. Далеко не все, конечно, но все же. Документация рассматривает не все, поэтому на помощь приходят статьи. Теперь вопрос, каким статьям доверять? Желательно тем, где есть комментарии. Допустим, хабр. Обычно тут статьи чуть посложнее, но комментарии решают многое. Кто-то пишет статью, его тут же обсирают более опытные. И вот по крупицам можно собрать более полную картину. Найти что-нибудь получше и все в таком духе. Еще, конечно, форумы. Обычно у каждого дистрибутива есть свой русскоязычный форум. Ну и какой-нибудь общий. Допустим, Linux.org.ru. Люди, конечно, жалуются, что на форумах народ обычно токсичный и на вопросы новичков отправляют их гуглить, но постарайтесь взглянуть на ситуацию с другой стороны. Когда вы задаете вопрос, на который есть ответ в интернете, вас обязательно отправят самостоятельно его найти. Если же вы не можете понять какую-то мелочь, то сформулируйте вопрос именно по ней. Не задавайте вопросы общего типа, например, как настроить принтер на Linux. Об этом есть миллион статей. А попытайтесь объяснить вашу проблему. Например, я новичок, изучаю Linux, вот у меня стоит CentOS 8, я поискал статьи, вот ссылки на статьи. В одной написано так, но у меня вышла такая-то ошибка, а в другой вот так и все равно не работает. Я попытался найти ошибку, но там что-то другое. Ну и если не знаете английский, указывайте это, потому что на англоязычных ресурсах есть ответы на многие вопросы.